Дмитрий Иванович Ну, наверное, летом все были на море, купались, плавали. А кто может плавать из вас? Я. О, молодец. А нырять? Ого, много. Хорошо. Вам нравится на море? Там водичка, песочек, да, загорать. Скажите, а кто был в лесу? В настоящее лесу. Кому нравится в лесу? Гулять, где деревья, там мох, листики, кустики. Все, высокие деревья. Нравится? Ну, хорошо. Скажите, а кому-нибудь возникал вопрос в голове, а откуда все это появилось? Море, песок, деревья, небо, звезды. У кого-нибудь такой вопрос возникал из вас? Ого головой машет, у него не возникал. Может, он и не возникал ни у кого, но я думаю, что он все равно возникнет. Или, может быть, найдутся люди, которые вам такой вопрос зададут и как-то будут его объяснять. Поэтому мы сейчас немножко об этом поговорим. И прежде чем продолжить дальше, мы с вами выслушаем небольшой диалог. Привет, Вова. Привет, Катя. Вова, ты знаешь, как все появилось, то, что нас окружает? Да, Бог все створил. Нет, Вова, ты отстал от жизни. Уже давно было доказано наукой, что это все эволюция. Сначала ничего не было, потом все взорвалось и начало взвесаться в разные стороны. И образовалась планета, и затем и наша Земля. А на Земле животные и люди. Нет, Катя, ты знаешь законы чернодинамики? Каких? Если мы возьмем лампочку, то сколько надо лет, чтобы она загорелась? Не знаю. Она не загорелась не через тысячу лет, не через миллион лет, потому что нужно вложить туда энергию. Так же и у срыва не могла энергии возникнуть ниоткуда. Хорошо. Ну это-то ладно. Но ученые давно доказали, что сначала была простая молекула, и из нее образовались сложные. Потом появились животные, а потом уже люди. Нет, Катя, ты не знаешь законы чернодинамики? Каких? Вот ты видел у нас за воротами руд камней? Да. Сколько надо лет, чтобы она превратилась в дом с электричеством и водопроводом? Не знаю. Вот ко мне это не превратится ни через тысячу лет, ни через миллионы лет. Она не соберется в дом, потому что все стремится к разрушению. Так, ну мы услышали, да, что одни люди говорят вот так, а с другой стороны мы видим разумное объяснение того, что так быть не может. То есть одни говорят, что нет, оно само по себе все образовалось. Но если подойти к этому делу разумно, то становится понятным, что никак оно само по себе образоваться не могло. Я приведу еще такие примеры. Ну, я думаю, что все вы ночью видели на небе звезды. Видели. А кто именно пытался их посчитать? И сколько ты насчитал? Тысячи три? Ты об этом прочитал где-то? Сам насчитал? Ну, на самом деле так оно и есть. На небе неврожженным глазом видно около трех тысяч звезд. То есть так оно и есть. И раньше люди, они, когда эти звезды видели и их считали около трех тысяч, то они думали, ну, в принципе, их немного. И то, что написано в Библии, что их там нечислимое множество, когда Бог давал обетование Аврааму, то значит в Библии ошибка. И такое понимание было какое-то время, время продолжительное. Но потом, когда изобрели телескоп, кто знает, что такое телескоп? Я. Ну, понятно. Ты расскажешь, что такое телескоп? Это труба такая, где там звезды смотреть, и там звезды и Луна. Вот, совершенно верно. Вот, значит, будущий астроном, наверное, будет. Но, так вот, когда изобрели телескоп, посмотрели на небо, то увидели, что на нем столько звезд. Вот представьте себе, вы все были на пляже, да, и видели песчинки на песке, вот эти маленькие песчинки. Так вот, на небе звезд больше, чем песчинок на всех пляжах мира. Вот, что они увидели. То есть, то, что они увидели, их настолько поразило, что некоторые, что некоторые, которые до этого не верили в Бога, в Творца, они просто изумились и поняли, что по-другому никак не могло произойти, только это все творение. Другой пример. В древние времена тоже у людей возникал вопрос, откуда же все это появилось, как возникла жизнь. И они стали замечать, что из грязи, вот из грязи, из мусора стали, ну, как бы появляются мухи, там какие-то червячки. И у них возникло такое предположение, что жизнь, она возникла из грязи. Ну, вот так они решили. Они видели это, делали такие выводы. Но со временем изобрели, как вы думаете, что изобрели? Микроскоп. Кто знает, что такое микроскоп? Послушаем. Это, ну, там маленькое все показывает. Это увеличение. Ну, в принципе, да. То есть мы можем с помощью его рассматривать маленькие-маленькие вещи. Так вот, когда он появился, люди увидели, что из грязи не происходит жизнь. А там просто она происходит из тех личинок, которые те же мухи там и отлаживают. То есть все просто. То есть что мы можем сказать на этом? В Библии мы читаем, что через рассматривание творений, через рассматривание тех законов и закономерностей, которые Бог установил в нашем мире, мы можем видеть его силу, силу Бога, и его величие в нашем мире. И он для этого дает нам средства, которые мы можем это рассмотреть. То, что мы не видим вооруженными глазами, он дает нам телескоп, микроскоп, какие-нибудь еще различные инструменты, которыми мы это можем видеть. И тогда всякие, ну, так скажем, неразумные предположения и мысли, они рассеиваются. И у нас возникает понимание того, что все-таки есть Творец, есть Бог, который все это создал, и веруя в Которого, вот, мы живем. Хорошо, давайте продолжим. Сейчас я вам покажу. Я думаю, что все знают, что это такое, да? Вот эта книга. Библия, да? Ну, я не сомневался, что вы это знаете, но хочу вас спросить, откуда появилась Библия? Вот, давайте. Я написал Бог. Бог написал. Хорошо. А почему ты так думаешь, что я написал Бог? Или кто может ответить, почему ее написал Бог? Почему у вас есть такое понимание, уверенность? Можете кто-нибудь сказать? В Библии написано. То есть в Библии мы читаем, что ее написал Бог. И ты можешь показать, где это написано. Ну, в принципе, верно. Так оно и есть. То есть Библия действительно говорит нам о том, что ее написал Бог, дал людям Бог, письмо Бога. И то, что все сотворил Бог. Вот. Но мы немножко эту тему продолжим. Вы знаете людей, которые, послушайте, они копаются в земле и ищут там следы жизнедеятельности людей, которые жили до них. Вот как такие люди называются? Археологами. Археологи, правильно, да. Такие это люди-археологи. Вот. Они как раз этим и занимаются тем, что ищут какие-то исторические факты, которые говорят о том, что было до них, то есть до нас. И можно сказать, что то, что написано в Библии, оно полностью соответствует тому, что находят археологи. То есть нет никаких противоречий. То есть более того, археологи, даже те, которые как бы не верят, что есть Бог, они читают Библию про те города, которых уже нет, про те народы, которые уже исчезли с лица земли. Они об этом читают, идут в те места, раскапывают и находят. То есть по сути, как бы они не верят, но с другой стороны, как бы они и верят тому, что говорит Библия. То есть это подтверждает истинность Библии. И археологи, и историки, не могут ничего сказать против этой книги. То есть для нас это тоже как подтверждение того, что это великая книга, которая ни с какой не сравнится. Еще одним моментом в подтверждении и в том, о чем мы говорим, является то, что пророчество. Вот кто может сказать, что такое пророчество? Как он понимает? Понятно. Кто еще можно сказать? Наверное, когда говорится, что будет в будущем. Ну да, в принципе, одно из пониманий пророчества, это именно то, что говорится о том, что будет в будущем. То есть, когда оно еще не произошло, мы говорим о том, что будет. И вот в Библии очень много таких мест. То есть, по сути, Бог, прежде чем что-то делать, Он об этом говорил. То есть, предварительно Он об этом говорил. То есть, это Он пророчествовал через пророков. То есть, это были люди, которые об этом говорили. Так было, например, в жизни Ноя. Вот кто знает, какое пророчество было дано Ною? Так, кто еще может? Какое пророчество получил Мой? Ну, хорошо. То, что когда Он спал, к Нему пришел Бог и сказал, что Он истребит всю землю. И сказал Ему, чтобы Он посыл ковчег и собрал множество животных, его семью, и чтобы они спаслись. Да, совершенно верно. То есть, когда этого еще не было, когда никто не видел никаких-то ливней там или каких-то там из земли извержений воды, Бог сказал, что это будет. Иной был тот человек, который в это поверил. Он поверил Богу. То, что будет. Это совершилось. Мы читаем пророчество, например, в жизни Авраама. Вот кто знает, какие были даны пророчества Аврааму, какие видел Бог исполнения пророчеств? Кто-нибудь из вас может сказать? В жизни Авраама какие пророчества исполнились Божьи? То есть, те действия, которые Он говорил Аврааму, прежде чем они совершились. Потому что у Авраама и у Сары родится сын. Да, прежде чем у Авраама и Сары родились дети, Бог об этом сказал, что они будут. И сколько детей, Он сказал, будет у Авраама и Сары? Вот подсказывает Азала, что детей будет бесчисленное множество. Как звезд на небе. Как мы уже говорили, что звезд бесчисленное множество, их сосчитать не могут. Так и детей Авраама будет бесчисленное множество. Вот. То есть, это все мы находим в Библии. Мы находим в Библии еще пророчества о городах, которые были, но потом они исчезли. Потому что Бог-то сказал, что больше их не будет. Народы, которые были, потом они исчезли. О чем нам это говорит? То есть, пророчества Библии, которые исполняются. Нам это говорит о том, что это действительно книга от Бога. Нет больше никакой другой книги и каких-то больше источников, через которых и так это говорилось. Но самым важным для нас пророчеством, кто может сказать, вот самое важное пророчество Библии, вот что является, вот кто как понимает, что является самым важным пророчеством Библии? Ну, давай. Наверное, откровение. Откровение, да. А о чем откровение? То есть, о чем пророчество как бы является самым важным? Подумайте, о чем, может, вы слышите? То, что Иисус Христос второй раз придет на землю. Да, да. Самым важным пророчеством в Библии мы читаем пророчества. То есть, можно как бы обобщить, то есть, ты правильно говоришь, но об Иисусе Христе, пророчества об Иисусе Христе. То есть, сейчас эти пророчества многие уже исполнились, но тогда они были не исполнившимися. Тогда люди просто, они даже не понимали, как это будет. Как будет то, что на землю придет Сын Божий. Вот. Придет Бог. То есть, люди просто читали, они к себе как-то это понимали, но это потом получилось. Они не знали, как случится так, что он родится в Вифлееме. Вот это было предсказано, так оно и получилось, что он родится в Вифлееме. Что он жил в городе. А кто знает, в каком городе было предсказано, что он будет жить? Хорошо. В каком городе было предсказано, что будет жить Иисус Христос? И он жил в нем. Кто может сказать? Как этот город называется? Вовочкой мы потом поговорим. Иисусалим. Иисусалим. Иерусалим, да. Этот город тоже, как бы, упоминается в пророчицах. Но город... В котором Бог родился город, это Вифлеем. Тоже хорошо. То есть, он в Вифлееме родился. Ну, понятно. А жил в городе Назарет. Вот. Это было предсказано, так оно и случилось. Было предсказано, что Иисус Христос умрет за наши грехи. Было предсказано, что Он воскреснет. То есть, это все было предсказано, так оно и случилось. И сейчас, как мы уже слышали, пророчество то, что будет потом. То есть, для нас это тоже важно, знать, что оно будет, и оно обязательно будет. Потому что так говорит Бог. И мы, как бы, понимая все, то, что мы сказали, то, что мы слышали, не можем в это не верить, потому что это правда. Вот. Ну, на самом деле, еще хочу задать вопрос один. Тоже подумайте сначала. Мы говорим о том, что пророчества об Иисусе Христе, они исполнились. То есть, Иисус Христос уже пришел на землю, Он умер, Он воскрес, Он вознесся. Но вот скажите, а для чего Иисус Христос вообще приходил? Зачем Ему нужно было приходить на землю? Чтобы взять всю вину на себя и тем спасти весь народ. Согласны? Совершенно верно. Иисус Христос пришел, чтобы нас очистить, от наших грехов, снять с нас эту вину. Вот хочу вам такой пример привести. Ну, мы все ходим в одежде, да? Если у кого-то светлая одежда, ну, даже если темная, на нее вы вдруг нечаянно поставили пятно какое-нибудь, чернильное, черное, неважно, поставили пятно. Что вы будете делать? стирать будете, да? Ну, а где вы будете его стирать? Вот вы закидываете его в стиральную машину. Машина прокрутила, вы высовываете, смотрите, а пятно осталось. Что вы дальше делаете? Иди в химчистку. Ну, хорошо, идем в химчистку, отдаем в химчистку, нам ее там чистят, чистят, мы приходим, смотрим, пятно есть. Белизной. Хорошо. Хорошо. Чистим белизной. Купили витр белизны, замочили, трём, 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 и не помогает, пятно остается. Вот. То есть мы это потом выкидываем, потому что эта вещь уже... Мы можем вырезать там пятно, идти и попросить, чтобы нам зашили. Ну, ну, тоже как бы вариант хороший, но всё-таки, наверное, потом такую вещь нам будет уже не очень комфортно носить. Согласитесь, да? Ну, смотрите, пятно, да. Но, то есть лучший вариант, всё-таки в наше время, когда у нас нет такой особой нужды в вещах, будет её выкинуть. Мы её выкидываем. А вот теперь представьте, что мы перед Богом, как эта вещь, то есть каждый наш плохой поступок, каждый наш грех, тот, который Бог не принимает, и который не угоден Бог, как эта вещь, то есть запачканная, запачканная. Как бы мы себя не тёрли, что бы мы с собой не делали, мы ничего не сделаем, ничего не отмоем, не отстираем, не закрасим, это не сделается. И вот Господь Иисус Христос пришёл, чтобы, чтобы сделаться нашей праведностью, чтобы не очистить нас, а сделать нас новыми, чтобы сделать нас нашей праведностью. хорошо. Вот такой был у нас сегодня с вами разговор. И мы тут приготовили небольшие напоминания того, о чём мы сегодня говорили. У кого из вас, скажите, есть Библия? Вы сейчас получите такие закладочки, где просто вы можете видеть те пункты, те тезисы, о которых мы говорили, чтобы они вам всегда... Поднимите руки, поднимите. Сейчас вам разру... Вот, чтобы вы всегда могли помнить их и могли другим об этом... Другим об этом... Давай, давай. Давай, не жадничай. Всё. И другим об этом говорить. Ну, на самом деле, есть много других вопросов, которые можно было поднять, которые также нам доказывают и объясняют существование Бога. Но мы как бы затронули некоторые, может быть, главные, может быть, не главные, но они тоже являются для нас, как бы таким, способствуют пониманию того, что... от чего всё существует и как всё сотворено. Слава Господу! Давайте мы встанем для молитвы. Попросим, чтобы молитвой завершил наше общение с детками. Брат Максим, микрофон не прячь, пожалуйста, помолись. Слава Тебе! Слава Тебе, наш Господь! За то, что Ты восстаняешь нас напоминанием, то, что Ты сотворил этот весь мир, и то, что Ты дал ему такую красоту. Слава Тебе за то, что Ты также предусмотрел нам эти чистые одежды, в которых говорилось. Слава Тебе за то, что Иисус Христос, Он пришёл на эту землю, и то, что Он очистил нас, и омыл святой кровью Своей, и мы теперь отети Твои. Слава Тебе! Аминь! 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 Продолжение следует...